добрый день дорогие зрители у нас на дворе весна начинается март сегодня всемирный праздник день всех кошачьих с чем я вас друзья и поздравляю на экране моего монитора джеральд даррелл в первый год после моего рождения посетивший заповедника сканьянова да тот самый джеральд даррелл снимал в этом заповеднике свой фильм да какая из двух фотографий вам больше по душе вот это ну или вот это местность тоже звери те же ну вот табло явно контрастирует под номером два на фоне данного пейзажа и вопрос что она вообще здесь потеряла и забыла я не знаю ну как мы видим здесь подписано некое соглашение о сотрудничестве с этим заповедником они значит и договорились да интересно интересно чем о чем может договориться директор одного из самых замшелых кошмарных и ну просто за трапезнейших зверинцев частных в россии о чем он может договориться с первоклассным заповедником который был основан еще в советском союзе где подобрана просто уникальнейшая коллекция животных не просто россии европы а вообще животных мира вот я сижу листаю все это дело и думаю что у них может быть общего чем они могут обмениваться от венциносный журавль так тут дело все на самом деле гораздо глубже мне кажется дело то все в том что я об этом говорю уже на протяжении не просто даже нескольких месяцев и нескольких лет у меня мало кто слышит так я еще раз повторю начинает сбываться одна из худших моих концепций одна из самых моих пессимистичных к сожалению о том что к сожалению все эти инстанции которые занимаются животными они так или иначе связаны друг с другом понимаете все кто занимается животные все кто пиарится на животных все кто этими животными прославился ну как с плюсом так и с минусом все эти личности они друг друга прекрасно знают и так или иначе пересекаются в той или иной степени давайте посмотрим чего у них там есть у них здесь просто ну вот это можно назвать действительно саванной то что находится в искании нове так вот зубков сам себе противоречит то значит поддерживает эти территории в нашем составе то не поддерживает то значит он хочет попасть обратно на украину то вдруг он опять не хочет и едет нашу часть херсонской области ну я вам просто раскрою секрет что никаких политических предпочтений у него судя по всему нет едет он на голос денег в первую очередь он ищет чем бы поживиться поживиться здесь можно много чем смотрите тут и зебры бизоны голубые вну гривистые бараны двугорбые верблюды гуанака даже то есть тут тут вообще тут на самом деле уникальнейшие вещи совершенно тут подобранные животные из самых разных климатических зон и сам самых разных континентов тут собраны живут даже он лошади проживальского я представляю как у зубкова началось просто неконтролируемое слюноотделение когда он читал все это скорее всего ну поскольку он уже очень много нагреб в этих областях во всех спасая в кавычках животных из зоопарка в херсонской области из мариупольского зоопарка где он только его нога не ступал ой то совершенно логично что он добрался бы еще дальше что он и сделал собственно очень богатая история в заповедниках несколько особей дикой лошади проживальского для их разведения в неволе было ставлено в 1899 году в 1910 здесь была организована золо станция 1916 году открылось отделение петровской сельскохозяйственной академии по овцеводствам там же был создан музей научной библиотека через сто лет был создан парк тайган друзья то есть аскания нова как минимум она на век старше чем зубковское творение и чем они могут обмениваться но в аскании нове разве что только львов нету зубкова они к сожалению практически были и можно сказать что были да поскольку сейчас их уже у него практически нет он довел ситуацию до того что львы у него друг друга перебили в общем сейчас их практически меня страшно друзья за асканию нову что ее ждет потому что ну никак не вяжется его светлый образ в этой цветущей степи вот я не могу себе представить его обменивающимся чем-то с аскании новой тем более не могу представить его в роли орнитолога там нам ответил заповедник знаете ли заповедник ответил сказал что она ему будет помогать воссоздавать популяцию дрофы то есть все тут настолько интересно схвачены друзья в аскании нове еще собираются создать дрофу это это я попозже прокомментирую просто давайте сейчас почитаем про интересную историю этого парка были мрачные истории заповедником был разорен и сожжен татла во время немецкой фашистской оккупации ссср животных возили в германию оставшихся расстреливали из стрелкового оружия в том числе ценнейший экземптор я боюсь как бы это не повторилось просто как бы в этот заповедник не приехал кое-кто очень любящий охотиться оставшиеся животные прямо в вольерах были раздавлены танками уцелевшим удалось вырваться в степь представляете как повторяется история то есть фашисты здесь уже были теперь туда приехал бандеровец по убеждению да простят меня сейчас это все упоминаю не как какой-то провокационный вброс я это упоминаю просто как состояние его ума да понимаете почему я этот термин употребил мы потому что он жалел что именно к ним не присоединился в свое время я вот думаю сейчас бы он не хотел к ним присоединиться нет он ведь не едет на украинскую часть где стоят в сон и он едет к нам едет к нам он знаете ли он осуждая принятие крыма в состав рф он осуждая недавно вошедшие территории он именно туда и прется ведь да именно туда и лезет вопрос так зачем тебе эта красота ты так презираешь все что мы делаем ты так презираешь вхождение новых территорий ты все это осуждаешь ты тут намедни говорил что не знаешь чем кончит крым в общем так зачем туда суешься на запад тебе надо ехать в другом направлении тебе лучше бы идти на другие в другие так скажем сферы зачем лезть туда где тебя не ждут и где ты сам какого ты сам в общем-то осудил это какое-то противоречие самому себе к тому же там есть ученые понимаешь ты 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 не ученый вообще никак не к никоим боком а просто барыга и ты об этом знаешь ну ладно вот все втором году в асканию нова были завезены мархуры совет самец и две самки то очень красивые что-то вроде кос винторогий козел интересно посмотрим кто здесь работал посмотрим входит ли наш величайший неповторимый в такой список заместитель лектор полученной части заповедника докторских хозяйственных наук академик аэн у ссср и восхнил герой социалистического труда это были советские люди друзья кавалер георгиевского оружия там занимались наукой люди которые сражались с фашистами ни одного фашиста среди них я так думаю нет по убеждениям илья иванович иванов русский советский биолог животновод посмотрите на эти физиономии на эти лица одухотворенные нет это не физиономия при всем моем желании это это не физиономия ни одна из них вот селекционер агроном генетик ботаник доктор сельскохозяйственных наук чем из этого является олег зубков скажите мне академик академии наук ему ничего нормально будет во всем вот в этом ряду это нормальные люди понимаете это не садисты это наша история вот те которые совсем недавно умерли еще виктор костянович милованов советский физиолог академик восхнил специалист по искусственному осипения сельскохозяйственных животных автор 400 научных трудов друзья работали вот такие люди воскании нови не все у нас вот есть к сожалению на портретах нина трофимовна ничаева советский российский геоботаник эколог пустыновед академик туркменской сср председатель научного совета по проблеме комплексного изучения освоения пустынных территорий сэр друзья мы просрали такую охренительную страну вы посмотрите на эти лица вы кого-нибудь сейчас можете указать кто имел бы вот такое прекрасное лицо борис константинович фортунатов российский политический военный деятель за волок писатель но видно что нормальный мужик понимаете что действительно за волок а не зообарыга козлов петр кузьмич русский путешественник военный географ этнограф археолог исследователи монголии тибета и синдзяна правительственный комиссар по охране зоопарка заповедника аскания нова это еще до революции был революция только-только началась друзья это далеко скорее всего еще и не полный список теперь посмотрим вот на это и посмотрим вот на это вот как она вписывается в данный ряд плохо она вписывается в данный ряд вполне ну так история повернулась что вот теперь это наши ученые теперь наши ученые циркачи теперь наши ученые это создатели частных зоопарков теперь наши ученые это кто ну любители вольерной охоты любители пострелять по бедным мишкам в берлогах любители пострелять по бедным каким-то косулям которых видите ли много развелось надо их поубивать как можно больше чтобы не дай бог все это не вышло за красную черту вот такие у нас люди друзья какая страна такие герои спасибо за внимание